Зима в Сибири, как считают экологи, войдет в историю как отправная точка климатических изменений на планете. Странная погода во многих городах и странах, потому что температура воздуха с каждым годом растет. Больше в атмосферу попадает водяного пара, меняется структура циркуляции, перемещения воздушных масс в нашем северном полушарии. Это процессы, связанные с циркуляцией в Арктике, которая достаточно сильно в этом году отличается от нормальной. Есть мнение, что глобальное потепление – итог промышленного бума. Но, как говорят ученые, человеческий фактор – капля в море. Климатические изменения – естественный процесс. Когда-то был всемирный потоп и ледниковый период. Теперь – разнообразие погодных условий. Кстати, изменения в Сибири предполагали еще 30 лет назад. Было два крайних варианта. Или у нас наступит климат, который условно называется прибалтийский, теплые зимы, мокрое лето. Или второй крайний вариант, когда прорвутся северные массы воздуха часто, когда у нас будет здесь очень сухой климат и минус 40 зимой. Что будет преобладать, пока неизвестно. Понятно только то, что ближайшие 100-200 лет изменения необратимы. Стоит ли бояться – не стоит, говорят экологи. Человечество уничтожает себя, скорее засоряя города собственной безответственностью. Глобальное потепление реально, но важнее для человека то, что происходит с ним рядом. Это выхлопные газы от автомобиля и неразумное потребление, и большое количество свалок. Поэтому начинать нужно с малого, с самого себя. А уже потом задумываться о каких-то глобальных вопросах. Тем более повлиять на природу нам все еще не под силу. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.